Еще разочек, мы с вами, значит, обсудили про процесс непосредственно подготовки данных, да, что это сложный процесс и требует много времени, да, теперь про модели, да, вот немножко про модели я хочу с вами поговорить, про то, какие есть вообще категории машинного обучения, да, вот, что здесь, какие здесь различия, да, то есть вот есть деление по двум направлениям, да, вот здесь строки и столбцы в таблице, которые я вам показываю, значит, что здесь имеется в виду, да, вот когда мы говорим непрерывное или дискретное, так, непрерывное или дискретное, имеется в виду то, что мы исследуем, да, да, мы исследуем с вами, например, заработную плату, да, заработная плата меняется непрерывно, то есть существует заработная плата, которая принимает значение, там, 30 тысяч, можно получать заработную плату, 31 тысяча, и вот эта вот вариация, да, в возможных заработных платах, она более-менее непрерывная, то есть нет такой заработной платы, которую вы не можете получать, более-менее, да, то есть в принципе, если вам модель предскажет заработную плату 32 тысячи 547 рублей, может оказаться, что в каком-то учреждении такую заработную плату кому-то платят, исходя из разных там соображений надбавок, профсоюзных отчислений, вот все, чего хотите, сложных конструкций, окажется, что такую заработную плату можно получать, так, вот это вот, например, пример чего? Непрерывной какой-то заработной платы, да, того, что меняется непрерывно. Что такое дискретное изменение, да, когда мы исследуем дискретное изменение? Дискретное изменение – это, например, мы можем исследовать, выжил человек или не выжил на Титанике, да, вот у нас с вами был такой пример тоже, и вот, как вы видите, то, что нас интересует, да, вот столбец survived, он принимает значение 0,1. И все, то есть, если наша модель такая, что она в каких-то случаях говорит так, например, ага, мужчина, возраст там, не знаю, 20 лет, ехал в первом классе, значит, 2 мы ему присвоим в качестве результата. Что такое это 2? Как это понять? Вообще непонятно, так? Мы не можем проинтерпретировать 2 в качестве результата, мы можем в качестве результата проинтерпретировать только 0 или 1, да, то есть модель должна быть такой, что она по какому-то правилу, по каким-то, по какому-то алгоритму, да, она должна быть устроена так, что она говорит 0,1 и не говорит ничего другого, да. В крайнем случае она может называть то, что мы называем вероятность, да, то есть какое-то число от нуля до единицы, то есть она может давать, например, так, ага, мужчина 20 лет, первый класс, 80%, да, 0,8 она может в качестве результата давать, ну, то есть выжил с вероятностью 80%. Так, 8 из 10 мужчин таких выжили, да, вот можно так себе понимать. Вот может быть так, да, может быть такой результат нам давать, но она не может дать результат 2, 10, 150, да, то есть значение, которое принимает то, что мы исследуем, это дискретные значения, они ограничены каким-то множеством вариантов, так? То есть вот есть такое вот различие, дискретные значения и непрерывные значения, и еще есть такое различие, как с учителем или без учителя, supervised по-английски или unsupervised, это мы тоже сейчас обсудим, наверное, сразу на примере, да, давайте сразу на примере с учителем, да, вот supervised learning или обучение с учителем, это ситуация следующая. У нас есть какие-то переменные, фичурс, иксы, да, что это за фичурс могут быть, а вот они, пол, возраст, да, что там, класс, так, и есть игреки, то есть то, что мы исследуем, значение 0,1, 0,1, выжил или не выжил, или, или, может быть, у нас есть тоже какие-то фичурс, что это за фичурс могут быть, число лет обучения, пол, опыт работы, и тоже вектор Y, то есть заработная плата, да, то есть обучение с учителем, это ситуация, когда у нас есть набор характеристик, набор переменных, которые могут влиять на то, то, что мы исследуем, то есть мы что-то исследуем, мы знаем то, что мы исследуем, например, зарплата, или, например, факт, выжил или не выжил пассажир, да, и мы смотрим, как вот эти характеристики и переменные, иксы их мы называем, да, X, влияют на Y на зависимую переменную, так, то есть обучение с учителем, учитель здесь это вот вектор Y, да, то есть то, что мы знаем, что человек с вот такими характеристиками, например, да, мужчина 20 лет, третий класс, или первый класс, забыла, первый класс, да, здесь единичка, то есть выжил, да, или, например, мужчина 20 лет учился, имеет 10-летний стаж, заработная плата, там, не знаю, 150 тысяч рублей, так, вот что, что такое обучение с учителем, то есть учитель это существование вот этого Y, да, более формально математически у нас есть характеристики и у нас есть Y, и это мы знаем про каждого, про каждое наше наблюдение, про каждого человека, про которого мы исследуем, да, например, а что мы не знаем, а мы не знаем, как из этих характеристик получился Y, то есть мы не знаем эту функцию F, например, я говорила, что если, например, пусть функция такая, я размышляю, не подключите ли мне планшет, наверное, могу подключить, это не очень долго, например, функция может быть такой, в примере с зарплатой и и образованием. Попробуем с планшетом, может быть, это будет удобнее. Например, может быть, вот так, смотрите, пусть у нас есть линейная функция Y, AX плюс B, так, и мы вот сюда вот эти вот подставляем наши значения, то есть пусть мы знаем так, что Y – это 100X плюс 100, и пусть это в тысячах рублей измеряется, и X – это полчеловека. Полчеловека. То есть, что здесь у нас известно? Вот эта функция F, это функция F, это у нас линейная функция, линейная функция вида Y равно 100X плюс 100, да, то есть у этой линейной функции два параметра, да, вот раз параметр, наклон и сдвиг – это параметр 2, и каким-то образом мы решили, да, с помощью какого-то метода, мы решили, что эти параметры 100 и 100. Вот подбор параметров 100 и 100 и подбор вида функции, что она линейная, это значит, мы обучили нашу модель, так, то есть у нас были данные про полчеловека и про его заработную плату, мы выбрали модель линейную с двумя параметрами A и B, и каким-то образом подобрали эти параметры, например, 100 и 100. То, что мы сделали, это мы обучили модель, так, с учителем это значит, у нас были Y. И что мы можем делать, как мы можем использовать эту модель? Предсказывать новые данные. Например, мы будем говорить, новый человек, который к нам пришел, он мужчина, то есть для него X равен единице, тогда его заработная плата будет 100 умножить на 1 плюс 100, то есть 200. Или новый человек, который к нам пришел, женщина, заработная плата будет 100 умножить на 0 плюс 100, то есть 100. Вот наши предсказания, используя нашу модель. То есть еще раз, обучение с учителем, то есть у нас есть зависимая переменная, вот этот таргет-вектор, это как бы учитель. Как бы я пишу, очень плохо. Опыт растерялся за два месяца. Значит, учитель. Наличие этого вектора с Y – это учитель. И обучение – это подбор такой функции, которая по характеристикам будет давать нам значение исследуемого признака. Например, по полу человека мы подберем линейную функцию, то есть найдем каким-то образом два параметра, которые будут нам говорить, какая будет заработная плата у этого человека. Вот такое вот обучение с учителем. Понятно? Или есть какие-то вопросы здесь? Все понятно? Спасибо. Не расслышала? Все понятно. Ага, хорошо. И по аналогии с вот этим примером, есть обучение без учителя. Ну, можно догадаться, что обучение без учителя… А, сейчас, извините. Вот, и обучение с учителем, да, может быть какое? Может быть, где Y непрерывный, то есть как заработная плата меняется, там, какие угодно значения принимает, так? А может быть дискретный, то есть принимает значения какие-то ограниченные, 0, 1 или там, ну, от 0 до 1, да, например. То есть в таблице, которую я показываю, да, вот столбец с учителем может быть непрерывным, и тогда это называется регрессия. Классификация может быть дискретным, и тогда это называется задачей классификации. Классификация – это в смысле, что предсказать по X два класса, 0 или 1, да, вот так. Или, может быть, больше классов, чем 2, может быть, классов там 5, 1, 2, 3, 4, 5, да, грубо говоря. В каком случае, какой может быть пример для классов 1, 2, 3, 4, 5? Может быть, пример по доходным группам, например. Да, вы в маленькой, в низкодоходной группе, в средней, в высокой, ну, вот это 3 группы, например. А можно 5 групп, например. Да, то есть вот классификация по каким-то, какому-то конечному числу групп. Обучение с учителем. Все то же самое. У нас есть, упс, у нас есть характеристики, да, например, какие будут характеристики. Давайте я скажу рост и вес, например, да, рост. Пусть первый столбец – это рост, второй столбец – это вес, да, то есть вот есть какие-то характеристики. Вот здесь есть рост, здесь есть вес, да, и мы не знаем, что мы предсказываем. У нас нет Y, да, мы не знаем Y, так. Как себе это представить вообще? Что это такое за обучение, где у нас нет Y, да? А ответ вот такой. Здесь есть, досмотрите, два ответа, самый простой вот такой. Я возьму и по оси X, например, отложу рост, по оси Y, например, отложу вес и нанесу все мои наблюдения на плоскость. Ну, я не знаю, 100 человек у меня, например, есть. Я сейчас фантазирую, такого я, как правило, не вижу в данных, да, в данных вы мне подскажете, что я вижу, но может так оказаться, что у меня есть вот такие наблюдения, да, и вот такие наблюдения. Только X, то есть только вес и только рост, да, у меня наблюдаются. Но, но, если я смотрю вот на такую картинку, хочется думать, что вот это, это как бы класс номер один, то есть объекты к какому-то одному классу принадлежат. А что вот это класс номер два, то есть это какие-то другие объекты, так, визуально это так и выглядит, да, визуально это люди высокие и худые, а это низкие и толстые, да. Вот, вот, еще раз, на самом деле в жизни, конечно, не так, да, в жизни все, конечно, по-другому, но, но, например, да, например, я могу такое видеть в данных, если я вот смотрю только на X, только на рост и только на вес, я вот такие вот штуки могу видеть в данных. Тогда, тогда у меня нету Y изначально, но я четко понимаю, что если у меня есть наблюдение новое, вот такое вот, так, то я предскажу Y класс номер два. То есть, несмотря на то, что для исходных объектов, исходных точек у меня нет никакого Y, я делаю такую функцию, да, подбираю такую функцию, что для новых данных я могу предсказать Y. Так, вот, для новых данных в этой связи я могу предсказать Y. Понятно? Оля, например, вам понятно? Да, 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 все понятно. Я только у вас почему-то плохо слышу. Сейчас получше? Да, сейчас получше. Все понятно, отлично, спасибо. Хорошо. Так, Борис, у вас был вопрос? Не-не-не, я просто говорю, что все понятно, в общем. А вам тоже понятно, хорошо. То есть, вот такие вот две задачи, да, то есть с учителем и без учителя. Ну, вопрос на здравый смысл теперь. Вот с ростом и весом, на самом деле, какая должна быть картинка? В центре основное скомпление между вот этими двумя, скажем, классом 1 и классом 2 и уже где класс 1 и класс номер 2 меньше. Да, да, я тоже думаю, что на самом деле вот люди как-то так выглядят. Какое-то такое вот, скорее всего, то, что мы видим в данных, скорее всего, какое-то вот такое. То есть, чем больше рост, тем больше вес, но это довольно естественно. То есть, вот что-то такое вот, такое вот естественное мы видим. Какая-то такая прямая. А вот это, ну, как правило, этого нет, на самом деле. То есть, такие люди, конечно, тоже есть. Это мы все понимаем, это все нормально. Но вот, как правило, вот так. И, на самом деле, для веса и роста, скорее всего, здесь нельзя никак разделить между... Ну, никак сгруппировать ничего, скорее всего, нельзя. Для веса и роста, скорее всего, сгруппировать не получится. Но, как пример, да, вот, как пример это подходит. Это вот случай обучения без учителя. В общем виде. Это вот в общем виде. И теперь немножко будет посложнее, наверное. Теперь немножко будет посложнее. То, что посложнее, это я на пальцах попробую привести примеры конкретных методов, довольно популярных. Что значит довольно популярных? Им, этим методом в принципе учат, в разной степени подробности этим методом учат. Ну, например, первому методу, я на самом деле про все вот эти три метода основных, про это вот не буду говорить сейчас. Это отдельная важная мысль, я давайте не буду про нее сейчас говорить. А вот эти три метода регрессии, классификации и кластеризация, ну, собственно, вот от слова кластеризация я не сказала, но вот то, что я сделала с весом и ростом, вот эти два класса, да, собственно, это и соответствует слову кластеризация. То есть я все наблюдения разбила на несколько классов, я их кластеризовала, да, вот в этом смысле кластеризация. Вот эти три метода, да, про эти три категории машинного обучения, правильно понимать так, что в этих категориях машинного обучения есть разные методы тоже, разные методы регрессии, разные методы классификации, разные методы кластеризации. Мы по одному простому сейчас обсудим, да, что значит простому еще раз, то, что, например, регрессию вы будете изучать в университете, думаю, что в любом более-менее, да, вот способ построения предсказания такой, как регрессия, это вот в любом университете вы будете изучать. Где-то лучше, где-то хуже, да, минутка рекламы, но заслуженной рекламы, что, например, на экономическом факультете курсы, которые связаны с изучением вот непрерывного такого обучения с учителем, то есть то, что посвящено регрессии или по-другому это называется эконометрика, это лучшие курсы в России, в принципе, и это подтверждается и там олимпиадами среди студентов. То есть наши студенты после этого курса выигрывают олимпиады, ну, международные, и многие международные соревнования, они очень хорошо наступают наравне с Стэнфордом, наравне с лондонскими школами экономики, то есть с MIT, поэтому вот здесь я горжусь тем, как мы учим эконометрики и вот вопросом, связанным с регрессиями на нашем факультете. Вот эти два метода тоже в основном вы, скорее всего, получая высшее образование, с ними познакомитесь. И отдельно хочется заметить следующую вещь, что есть еще такой вот более сложный алгоритм, более сложная категория машинного обучения, называется обучение с подкреплением или reinforcement learning. Что здесь имеется в виду? Это значит, на самом деле, это такая сложная история, здесь нет как таковой модели, здесь устроено как? Здесь устроено так, что, ну, точнее, здесь есть модель, но она немножко сложнее. То есть идея какая, что вы описываете правила, по которым компьютер может действовать, ну, какой-то набор различных правил. Действуя по этим правилам, ну, правил много, да, способов действовать тоже много, действуя по этим, действуя этими различными способами в рамках правил, компьютер может выигрывать или не выигрывать. И если выигрывать, то сколько-то какую-то величину, и если проигрывать, то тоже какую-то величину. И есть такая как бы функция выигрыша у компьютера. И в определенной ситуации, если компьютер оказывается, то в рамках правил он может выбрать разный способ действия, и в разном способе действия он может получить разный выигрыш. И вот компьютер учится получать в разных ситуациях выигрыш больше. Ну, то есть как бы максимизировать свой выигрыш. Что это значит? Какой пример? Пример знаменитые игры, знаменитые искусственные интеллекты Google, которые умеют играть в шахматы, в игру Go, и обыгрывают чемпионов от человечества. Довольно уже несколько лет существует алгоритм, существует искусственный интеллект, он называется альфа-Go, который обыгрывает человека в Go. Существует даже очень сложный искусственный интеллект, который обыгрывает и в шахматы, и в Go. Это очень сложно, потому что он разные задачи умеет решать. То есть он подстраивается, он именно работает как человек, он умеет решать разные задачи, задачи разной природы. Шахматы и Go все-таки разные игры. Как этот алгоритм получился? А именно, как вам сейчас я объяснила, то есть этому алгоритму рассказывается, как именно можно, какие правила в любой из игр, ну из двух, которые я озвучила, Go или шахматы, в него загружаются все ситуации, которые, ну какое-то большое число игр гроссмейстеров, которые были уже сыграны, с решениями и итогами этих игр. И вот алгоритм учится предсказывать, учится делать какие-то шаги в этих играх и получить какой-то выигрыш от этих шагов. И он учится подбирать наилучший способ действия в каждой ситуации, с которой он оказывается. Более того, в какой-то момент самый такой рывок в этом искусственном интеллекте произошел тогда, когда алгоритм стал еще сам с собой как бы играть. То есть он стал предлагать себе сам какие-то ситуации и как-то их решать, и оценивать свои действия. То есть он начал обучаться не на реально существующих игровых партиях, шахматных партиях, например, а он начал генерировать какие-то случайные шахматные партии, в которых он делал какие-то шаги и анализировал, были ли эти шаги успешны или нет. Ну, выигрыш он себе присваивал, потому что есть функция выигрыша, какое-то правило присвоения выигрыша. Ну, понятное, в общем, правило. Вы знаете, есть какие-то правила в шахматах и есть какой-то выигрыш в шахматах или проигрыш. То есть вот такие вещи алгоритм сам делал. Но это немножко другое. То есть это немножко более сложная система, чем обучение с учителем или без учителя, непрерывное или дискретное. Вот его отдельно обычно рассматривают в категориях машинного обучения. Такой вот reinforcement learning. Вопросы? Предложения? Значит, теперь к некоторым примерам, некоторым алгоритмам на пальцах. Начнем с самого классического, с регрессии. С самого классического, с регрессии. Что здесь у нас есть? Здесь есть пусть две переменные, x и y. И давайте сразу будем на примере действовать, чтобы было проще. Давайте какой-нибудь новый пример мы с вами будем использовать. Не образование и обучение, чтобы вы понимали, что вообще-то мир богаче. А пример будем использовать такой. Цена квартиры и площадь квартиры. Это немножко заранее. Я предвосхищаю ситуацию, в которой вам через некоторое количество лет придется оказаться, когда как-то захочется свою жилплощадь как-то получить. Что мы хотим исследовать? Как площадь квартиры влияет на цену? То есть у нас есть данные по n квартирам и пары наблюдений. Площадь первой квартиры, цена первой квартиры, площадь второй квартиры, цена второй квартиры и так далее. Таких n пар точек. Ну и мы предполагаем, что вот регрессор, фичер, то есть как раз то, что мы по-английски с вами говорили, и зависимая переменная учитель или output связаны. Как-то что цена зависит от площади. Поскольку у нас данные две переменные, то есть цена и площадь. Мы можем это изобразить. Ну вот, например, у меня есть немножко устаревшие данные. Я новые не собирала, но можно и новые собрать. Естественно, это не очень сложная задача. Вот однокомнатные квартиры в Москве в 2013 году. Слева у нас цена, но она в рублях. Можно здесь миллионы написать, естественно. Внизу по х это площадь, в метрах квадратных. И вот мы видим, сколько-то здесь точек нарисовано. Я думаю, что примерно 100 точек здесь нарисовано. Что хочется сделать? Подскажите мне, что хочется сделать. Функцию как-то использовать, чтобы отобразить это. Да, хочется придумать какую-то функцию, которая будет делать так. Она будет на вход брать площадь, а на выход output говорить цену квартиры. С такой площадью. Какую функцию мы можем подобрать здесь? Какие есть идеи? Что мне делать? Какую функцию мне подбирать? Смотрите, я могу какую-то вот такую функцию подобрать. На что это похоже? На какую функцию? Похоже на кусочек параболы? Средами вверх. Получается, да, немного. Да, да. Ну, как-то она так искривлена, как кусочек вот такой какой-то параболки. Что такое у меня парабола? Парабола это у меня y равный c плюс bx плюс ax квадрат. Я вот так вот себе позволю сделать. В обратном порядке написать. Вот. Здесь я что не знаю? Я не знаю здесь ни a, ни b, ни c. Да, вот таких вещей я не знаю. Вот эти параметры мне как-то нужно сообразить, как они из данных будут получаться. Что я могу еще сделать? Можно ли какую-нибудь более простую функцию оценить? Более простую здесь – это значит меньше параметров. Да, то есть чем больше параметров, тем мне как бы сложнее придумать, чему они должны будут равны быть. Да, чему равен a, b и c. Какую функцию проще, чем квадратичную я могу придумать? Линейную, но это будет не очень точно. Да, здесь всегда есть вопрос точности и неточности. Да, это правда, это вопрос справедливый. Но действительно я могу вот какую-то такую линейную функцию провести, ну там она, естественно, дальше проходит. Менее точно, да, потому что есть наблюдение, например, вот это вот, оно лежит на параболе довольно хорошо, а вот линейные функции, вообще-то довольно далеко оно лежит. Ну так, визуально нам кажется, что далеко. Что это такое далеко или близко, это вообще-то вопрос, да. Но визуально нам кажется, что близко. Квадратично и далеко от параболы. Да, вот такие у нас есть размышления. Можно ли подобрать что-то еще более сложное? Ну вообще-то можно. Можно вообще сказать так. Можно сказать так, что если квартира меньше, чем 35 метров, вот я так отчертила, то пусть ее цену мы будем предсказывать на уровне вот таком, а если больше, чем 35 метров, то вот на таком уровне будем предсказывать. То есть вот такая функция, которая предсказывает что-то одно левее 35, что-то другое правее 35. То есть это такая функция, которая устроена так, кусочно-линейная. Она будет говорить, например, 52 миллиона, если х меньше, чем 35 метров, и будет говорить, например, 58 миллионов, ой, 5,2, извините, 5,8. Что вы мне не подсказываете, что однокомнатные квартиры в Москве столько не могут стоить, да. 52, это что-то какой-то цирк, да. Значит, х больше либо равен 35. Вот так, да. Будет ли это функция? Да, это тоже функция, да, просто кусочная. Но она, да, вот именно кусочная. А вот такая функция или функция линейная b плюс ax, это непрерывные функции, хорошие непрерывные функции. То есть вопрос, да, вот как мне подобрать эти данные, подобрать функцию, описывающую эти данные, он много способов на самом деле. Что парабола, что кусочная функция, что линейная. Простая модель регрессии, да, то есть вот именно модель регрессии, самая-самая простая, подбирает линейную функцию. Да, то есть самая простая ситуация – это именно линейная функция. Почему линейная? Ну, потому что в ней меньше всего параметров. Два параметра все еще. Да, все, все, как бы, это мало, да, это мало и это приятно. Я потому что могу подбирать, на самом деле, не обязательно… Вот здесь, да, последнее, что я нарисую на этой картинке, на свежей. Я могу не обязательно подбирать квадратичную, я могу подбирать какую-нибудь такую функцию. Смотрите, бах, вот здесь, вот здесь вот так, а здесь вот так и вот так. Это что-то, какой-то многочлен какой-то степени. Бог его знает какой-то степени. Может быть, пятый, может быть, десятый. То есть я могу подбирать многочлен какой-то другой степени. Сколько параметров мне нужно найти, если многочлен пятой степени? Сколько параметров? Много. Сколько? Можно посчитать. Шесть. Шесть, да, конечно. То есть в многочтении первой степени было два параметра А и В. В многочтении второй степени квадратичная функция. Три параметра А, В, в пятой степени будет шесть параметров. То есть шесть параметров. Он как-то, видите, более точно описывает мои данные. То есть ошибка здесь будет меньше. Я могу подобрать многочлен сотой степени, если очень хочется. Ну, сотой, наверное, нет, девяносто девятой, чтобы было сто параметров, и я тогда смогу его провести через каждую точку. Вот. Это будет очень точно, да, для тех данных, которые есть, но очень бессмысленно, потому что новые данные не попадут на этот многочлен сотой степени. Здесь есть такая вот, как бы, такая проблема между точностью по существующим данным и силой прогнозирования. Вот такая вот проблема тоже есть. Ну, это тоже отдельная сложная проблема. У меня вопрос. Давайте. Это хоть и пример, но все же, чтобы какие-то прогнозы делать, тут же мало данных. Если я случайным образом из всех существующих квартир взяла сто каких-то случайных, то в принципе это не очень мало, это нормально. Мне хватит. Я говорила, что математически 100, 200, там, 300 наблюдений вполне хватает. Это можно вот здесь какая мысль у меня? Здесь мысль в том, что это математически можно описать, почему этого хватает. Есть способы объяснить, почему, почему, то есть есть способы рассуждать каким образом. Вот таким образом. Смотрите. Если я собрала 100 наблюдений, то точность моего оценивания будет вот такая. Она будет, ну, какая-то большая. Меньше, чем если я собрала 200 наблюдений. Если я соберу больше наблюдений, я более точно что-то смогу оценить. Не факт, что это мне нужно. Может быть, мне хватает точности в 5% ошибки. Ну, то есть 95% точности. То есть я могу согласиться на меньшую точность при меньшем числе данных. Если каждое новое наблюдение, новые данные даются мне с трудом, то есть если собирать данные мне сложно, то, может быть, я и соглашусь на немножко более, на немножко меньшую точность при издержках сбора данных. Например, опрос, это дорого. Если о реальных людей опрошу. А у меня вопрос возник. Если собирает же какой-то один человек данные, например, по стоимости квартир, то у него все равно абсолютно случайно 100 квартир выбрать не получится. Ну, это не человек делает, это алгоритм делает. Есть алгоритмы, которые могут предложить 100 чисел случайно из 1000, например. Вы собрали данные по 1000 квартир, и 100 из них случайно выбрали, например. Да, но если все равно эти 1000 человек собирал, то все равно не очень как-то получится. Хорошо, смотрите. Есть база ЦИАН. Мы про это будем попозже говорить. У меня отличный для вас предупрян пример, на самом деле. Ну, давайте сейчас я это скажу. Есть база ЦИАН. В базе ЦИАНа, знаете ЦИАН? Да. Да, хорошо. Да. Ну, это некоторая база квартир, да? По Москве и не только. Ну, вообще по России. Там не все квартиры есть, но там 90%, я думаю, что квартир, которые продаются, они там есть. Может быть, даже 99, я не знаю. Большая база. Каждая квартира, естественно, имеет номер в этой базе. Могу ли я, ну, естественно, числовой. Могу ли я 100 случайных номеров сгенерировать? Могу. Да, вы можете сгенерировать, но так как в целом, если, условно, вот, например, брать квартиры там только по Москве, условно, на ЦИАН и отфильтровать, и брать номера только московских квартир, то теоретически, так как в Москве квартир сильно больше, чем 100, так получится, что, например, там потенциальное большинство из этих 100 будут, например, там, не знаю, элитки в центре. Вот, и у них стоимость будет фиксирована большая. Если я случайно выбирала, если я номера выбирала случайно, то, по идее, так не должно получиться. Не, ну, вообще, да, логично. Но, может, так случится. Надо перепроверить будет рандомность этого выбора, если вдруг окажется, что потенциальное большинство, какие-то конкретные квартиры там, либо более дешевые, либо более дорогие, то надо еще раз сгенерировать 100 случайных. Да, да, то есть, вот, это очень все разумно, это здорово, что вы про это думаете, да, это правильно про это думать, и действительно, может быть, та выборка, которая у вас есть, она не очень похожа на то, что вы наблюдаете вообще в мире, да, в России, ну, в Москве в целом. Может так быть? Да, да, к сожалению, может так быть, да, то есть, это хорошее размышление для этапа проверки ваших данных, да, но глобально, да, вот, какая здесь философская мысль, которую я хочу вам дать. Что случайность, во-первых, это прекрасно, да, случайная генерация, случайный выбор каких-то объектов, это, в общем, и целом хорошо. Второе, что, когда говорят много наблюдений, это на самом деле не значит, что миллионы или тысячи, то есть, может так, можно в зависимости от числа наблюдений понять точность ваших оценок. Вот, правильное утверждение такое, что если вы собрали мало наблюдений, точность ваших оценок будет ниже. Если вы собрали много наблюдений, то точность ваших оценок будет выше. Но, может быть, издержки по сбору этих наблюдений не стоят этой точности, да, то есть, приращение в точности может быть не очень существенным. Например, в другую сторону примера, совсем в другую сторону, есть Netflix, вы его хорошо знаете, я думаю. Вот, Netflix, что он, ну, фильмы, сериалы, понятно, да, то есть, есть ли кто-то, кому надо объяснить, что такое Netflix? Думаю, нет, да? Вот, значит, что у них есть из машинного обучения в этом чудесном Netflix? У них работают экономисты, у них работают программисты, если что, работать в Netflix, это, в общем и целом, довольно здорово. Там много интересных вопросов экономических и, ну, на стыке анализа данных и экономики. Вот, и есть, в общем, там интересно, да, много всего там отличного в Netflix. Вот, как в любой компании технологической, такой, около технологической. Значит, какая у них есть исследовательская задача, на самом деле, одна из основных их задач, это если вы, пользователь Netflix, оставили им какие-то свои данные, например, сколько вам лет, ваш пол, и начали какую-то деятельность в системе, то есть, начали что-то смотреть, не знаю, посмотрели там, что вы посмотрели у Netflix? Я просто не смотрю Netflix, поэтому мне сложно что-то сообразить, что они делают, какой у них есть продукт хороший. Ну, вот, недавно вышли в Wings адаптации, она, конечно, очень отличается от оригинала, и не всегда в хорошие стороны, но шуму подняли. Окей, вот есть такая штука. Вот вы там в 10 классе, девушка, посмотрели эту штуку, да. Netflix хотел бы, чтобы вы остались с Netflix, то есть, чтобы вы остались и заплатили ему еще денег за другой контент какой-то, да. То есть, цель компании предложить вам что-то, что вас заинтересует на основе тех данных, которые у них есть. А, ну, я там говорю, данные у них есть такие. Вы посмотрели там Wings, и вы там, какие-то ваши там характеристики типа пола и возраста. Так, вот что должен Netflix вам предложить, чтобы вы купили это, или чтобы вы пошли родителей просить вам купить это, да. То есть, ну, вот разные ситуации, да. То есть, чтобы вы, как клиент, приобрели следующий товар. Вот что должен вам Netflix предложить? То, что вам... Нет, то, что вам понравится, основываясь на данных, кто уже посмотрел это, ему что-то другое понравилось. For example, да, да, например, это называется коллаборативная фильтрация. Страшное такое слово. Мы завтра про это поговорим. Ну, с теми, кто придет, и, например, Максим, вам интересно, поэтому вы придете. Будут примеры, и там будут примеры, в частности, про рекомендательные системы. Так, да, вот действительно хорошая идея, что если есть еще другие люди, которые на вас похожи и посмотрели после Винкс что-нибудь еще, вот порекомендовать вам это что-нибудь еще. И успешность рекомендаций у Netflix супервысокая, была довольно давно. Что значит успешность рекомендаций? Ну, то есть люди переходили по предложению Netflix и покупали этот продукт. Очень высокая. Но неожиданно... А очень, извините, что перебью, а очень высокая, это сколько? Я скажу, я покажу. Сейчас, моментик. Сейчас. Мы можем посмотреть. Это я сейчас вам покажу. В 2009 году это все дело было. Высокая она уже была в 2009. Вот. Больше 80%. То есть очень-очень... А, здесь сейчас... Это ошибка. Маленькая ошибка. Они не раскрывают информацию, сколько у них была точность. Да, это вопрос. Не готова сейчас сказать про точность. Но, значит... Ну, дали порядка 80%, то есть довольно точно у них была система. Я думаю, что порядка 80%. Судя по тому, что улучшение на 10, а наилучшее где-то больше 90 примерно. Да, думаю, где-то 80% пользователей говорили, что да, супер, вы порекомендовали что-то отличное. Что сделал Netflix? Он такой размышляет. Ну, вот у нас есть какой-то алгоритм, который предсказывает, что предложить пользователю. У него там есть какая-то точность. Пользователь переходит, покупает товар, мы имеем какую-то прибыль. Так? Нетфликс размышляет и доходит до следующей мысли, что если мы улучшим точность на 1%, наша прибыль вырастет просто грандиозно. Ну, потому что у Нетфликса клиентов просто очень много. Один процент дополнительных клиентов, которые стали пользоваться рекомендациями Нетфликса, это очень много денег. И они говорят, окей, мы устроим конкурс среди тех, кто умеет заниматься машинным обучением. Конкурс будет такой, что тот, кто лучше всех предложит такую систему рекомендательную, тот получит миллион долларов. Миллион долларов, в общем, тоже немало. И было немало в 2009 году, и сейчас, в общем-то, кажется, что не очень мало. И вот этот вот список, который я вам показываю, это, собственно, таблица победителей и призеров. И вот насколько им удалось улучшить предсказание Нетфликса, исходную систему. То есть исходная система предсказывала что-то типа на 80%, на 10% улучшилось предсказание с помощью модели, которую вот такая команда предложила. Ну и, соответственно, вот те, кто больше, чем 9,46, да, те вот, видите, 10, 12 победителей. В общем, они много-много миллионов долларов потратил на это Нетфликс, но поскольку приобрел он 10% дополнительных пользователей, это все окупилось. То есть вот в этом примере, да, в этом примере более сложная какая-то модель и дополнительные траты окупают ту точность, которую мы приобретем. То есть вот здесь Нетфликс осознанно боролся за точность дополнительную, потому что он понимал, что издержки, которые он несет сейчас, они все окупятся, конечно. И более высокая точность предсказания ему нужна. Это не всегда так, да, это не всегда так. Я возвращаюсь к нашей чудо-модели более простой. И иногда какие-то дополнительные усилия типа сбора данных, типа более сложной модели, они не окупаются дополнительной точностью, которую мы получим. Поэтому иногда оказывается, что линейная модель – это суперотличная, и нам больше не надо ничего придумывать. Хотя и кажется, что здесь вот есть квартиры, которые лежат далеко от этой линейной функции, которую мы построили. Вот. Думаем, спрашиваем. А можно же соединить несколько вот этих, по группам их как-то распределить, которые выше, например, чего-то среднего, ниже, средний, и как-то их как СТП делается. Среднюю точку, грубо говоря, найти и уже от этих точек отталкиваясь делать. Да-да, можно разделить действительно на несколько групп, это все разумно. Каким образом эти группы выбрать – это отдельный вопрос. Но в принципе, конечно, нет проблем. Можно, вот как я говорила, провести линию где-то вот здесь, например, и вот здесь вот такую прямую провести до этой линии, а здесь вот такую прямую провести. Будет ли это точно? Улучшит ли это нам точность? Ну да, будет лучше, наверное. Нет, а можно делать еще как бы лучше, взять вот, грубо говоря, маленькие группки, в них найти среднюю точку, ну, как кружок, в них среднюю точку, и уже от этих средних точек ввести их функцию. Ну, в общем, здесь как бы на самом деле plenty всего, что можно сделать, на самом деле, так? Будет ли это сильно нам улучшать качество предсказания? Ну, мы не знаем, можем проверить. Будут ли усилия оправданы? Тоже не знаем. Может быть, будут, может быть, нет. Да, то есть, в принципе, поиск модели, да, я вернусь вот сюда, поиск модели, он вот в этом пункте находится, и вы можете здесь развлекаться, на самом деле, как вам больше нравится, да? Может быть, надо развлекаться и строить что-то сложное, а может быть, достаточно построить что-то простое. Так, вот, может быть, так. Еще какой здесь момент есть? Он следующего порядка. Вам модель нужна для чего? Для того, чтобы ее каким-то образом применять, чтобы вам одобрили применение модели в жизни, вам нужно объяснить, почему ваша модель отличная. Не всегда сложную модель можно объяснить, почему она отличная. Она, как правило, теряется, теряется возможность интерпретировать эту модель. Интерпретировать очень важно уметь. Иногда интерпретация важнее, чем сложная модель. Хорошо, значит, но верно еще что понимать, то, что все, что я рассказываю, здесь где-то есть, здесь много, на самом деле, спрятано математики, которая строгая, с доказательствами, с теоремами, как вы привыкли и как я привыкла. Это хорошая наука, замечательная, я очень ее люблю. Значит, здесь много математики. Я ее вам почти что не показываю. Почему? Ну, потому что смысл какой, да? Я хочу вас заинтересовать и показать красоту и широту, да, а не научить делать какие-то технические действия, да? На самом деле, много всего строгого здесь, конечно, есть. И если вы настоящему работаете с данными, вы занимаетесь data science, все такое модное и молодежное и красивое, естественно, вы знаете эту математику. И она на часть вопросов отвечает. Например, об объеме выборки отвечает. На часть вопросов не отвечает, да, здесь много и творчества. То есть вот мой интерес в том, чтобы вы и творчество здесь тоже увидели. В частности, вот подбор модели, какую именно модель подобрать, да, то есть линейную или нелинейную или что, это часть творчества. А часть математики вот в чем. Давайте я объясню, как именно подобрать вот эту функцию линейную. Да, я коротко на пальцах объясню, как подобрать такую линейную функцию. Подобрать ее следующим образом. У нас в данных, на самом деле, не будет линейной модели. Да, здесь единственное, что в угоду всем учебникам и всей классической эконометрики здесь написаны коэффициенты β1 и β2. Параметры вот от греческих букв β здесь называются у меня. Не, ну не А и Б, как я до этого писала, а вот β1 и β2. Ну вот это просто, я говорю, в угоду эконометрики. Так принято. Вот на самом деле у нас не такое соотношение. То есть у нас все точки, которые мы видим, они не лежат напрямой. Какие-то из них вот эта вот, например, точка лежит напрямой, а какие-то не лежат. Да, вот эти не лежат напрямой. То есть на самом деле у нас не точное равенство, а приближенное равенство. И вот это приближенное равенство экономисты обычно, ну и математики тоже, описывают вот так. То есть они пишут точное равенство и добавляют вот такую вот штуку, это epsilon. Это тоже греческая буква epsilon. Ошибка. То есть в настоящем мире площадь квартиры влияет на цену с некоторой ошибкой. Это погрешность уже вроде обычно называют. В смысле, можно погрешность это называть? Это то же самое с погрешностью, там, например, в физике. В экспериментах погрешность, да, да. Но можно называть погрешность. Обычно называется ошибка. Почему? Потому что погрешность, она вызвана чем? Она вызвана тем, что, например, у вас там, ну, прибор, может, как-то не совсем точно настроен. Может такое быть? Ну, не точное оборудование просто, да. Да, да. Не идеальные условия эксперимента. Естественно, естественно. В экономике ошибки тоже могут быть вызваны тем, что есть ошибки измерений. То есть то, что у вас, как вы говорите, про прибор, то же самое в экономике. Например, вас спрашивают, ну, вот мы, например, хотим про доход узнать у человека и спрашиваем его, а какой у вас доход, так? А он берет и вместо вот этого 35 тысяч, 237 рублей, которые получились из-за того, что он там округлил, из-за того, что у него там профсоюзные взносы, вот это все такое, что я говорила, да, налоги какие-то вышлись. Ну, в общем, там много всего произошло. Он такой говорит, ну, 35 тысяч у меня доход, так? Это что значит? Это значит, что на 237 рублей он как бы обманул нас. Он округлил так вот себе в голове, он округлил, правильно? То есть ошибка может возникнуть из-за того, что у вас данные измерены не совсем правильно из-за вот такого вот как бы случайного фактора. Ну, человек просто взял и округлил. Может такое быть? Ну, может такое быть, естественно, да. То же самое с квартирой. Человек знает, что у него там 50 метров квадратных, ну, мы про однокомнатные говорим. Хорошо, у него 40 метров квадратных квартира, да. Он думает, ну, сколько поставить стоимость? Ну, поставлю там, не знаю, 7 миллионов, да, 7 миллионов рублей. Почему 7 ровно? Почему не 6 миллионов 990 тысяч? Да черт его знает, да. Он округлил, да. То есть вот такие вот ошибки измерения, как бы они могут быть, да, они могут существовать. И это похоже как раз на физику, да. И это как раз действительно в погрешности или в случайной ошибке находится. Что еще может быть? А еще могут быть неучтенные факторы, которые мы по каким-то причинам не учли в нашей модели. И это более существенная вещь, которая находится в случайной ошибке. Это как раз тоже есть в физике. Почему? Потому что вы проводите эксперимент, на самом деле, не в идеальных условиях, да. То есть ваш воздух имеет какое-то сопротивление. И когда вы что-то кидаете у вас, ну, с какой-нибудь там башни, да, у вас есть какое-то сопротивление, на самом деле. Так? А же оно существует без сопротивления, в каком-то таком вот безвоздушном, как бы, пространстве. В идеальном. Правильно? То есть вот есть какие-то другие факторы. И у нас в экономике и в том, что вы изучаете, скорее всего, тоже будут какие-то неучтенные факторы. Ну, например, с ценой и площадью квартиры совершенно очевидно, что на цену влияет не только площадь. Да, вот здесь я обозначила S, да, ну, square, как бы, да. А еще и, например, то, квартира близко к центру города находится или далеко от центра города. Вы легко можете мне сказать, что если квартира находится близко к центру, то цена будет выше. Да, если далеко от центра, то цена будет ниже. При одной и той же площади квартиры, что важно, да, 40 метров около центра стоят дороже, чем 40 метров далеко от центра. Легко это сказать, да. То же самое можно придумать себе еще метро, да, например. Если квартира рядом с метро, то, ну, ваши 40 метров рядом с метро – это дороже, чем 40 метров далеко от метро. Понятно. И я уверена, что каждый из вас еще сможет мне предложить много разных факторов, которые на самом деле влияют на цену квартиры и не являются площадью, центром или метром. Например. Предложите что-нибудь. У нас школа открылась новая, ну, в которой сейчас учусь, она открылась, и поэтому квартиры возле этой школы взлетели в цене чуть ли не там в два раза. Потому что там очень, типа, ну, новое здание, хорошие педагоги, она бесплатная, поэтому у квартиры там просто что-то было с чем-то. Супер. У меня есть коллега, которая занимается как раз вопросами вот такими, прямо вот в точности таким. Ей очень интересно, правда ли, что вот хорошие образовательные условия, начиная от детского сада, влияют на стоимость квартиры. У нее есть статьи про это, и у нее есть ребята, которые пишут дипломы про это, получают очень интересные результаты. И это касается не только квартирной ипотеки, и не только в России и в Москве, а еще и в Китае, например, такое исследование мы тоже делали. Это вот, пожалуйста, пример интересной вещи, которую можно исследовать. Так, что еще хотели сказать здесь? Автобусный парк. Ну да, да, общественный транспорт, как проложен, в принципе. Окружение. Да, в принципе, инфраструктура, которая около дома, парки и так далее. Да, 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 супер. То есть вот на самом деле в этой случайной ошибке будет лежать уйма разных факторов, которые мы не можем даже себе придумать, как учесть. Может быть, мы можем, а может быть, мы не можем это придумать. Вот, пожалуйста, здесь это все в случайной ошибке находится. Поэтому экономисты действительно... Плюс то, что не всегда люди действуют рационально. Да, да, это вообще никак не учтешь. Может быть, кто-то скажет, а мне не нравится эта квартира, я чувствую себя в ней плохо, у меня мигрень, да? Пожалуйста. Вот я не буду ее покупать за эти деньги. А если 6 миллионов она будет стоить, а не 7, у меня мигрень резко прошла. Ну, я не знаю, пример. Да, да, вот, может быть, по-разному. То есть действительно есть совершенно ненаблюдаемые факторы, которые вообще невозможно пронаблюдать. Мигрень очень выгодна мысль. Да, да, это все... Есть еще проклятые квартиры, знаете, такая штука тоже вот, пожалуйста. Разные, в общем, короче, есть... В общем, разные есть приколы. Общая мысль есть какая? Такая, что вот точной зависимости не может быть, обычно они приближенные, и приближенные зависимости описываются добавлением вот такой ошибки. Если при этом вы проведете точную прямую, вы получите не истинные бета-1 и бета-2, а то, что называется как бы оценки бета-1 и бета-2. Истинные вы не получите, потому что вы наблюдаете вместе с ошибкой данные. Но вы можете получить оценки по тем данным, которые вы пронаблюдали с учетом ошибки. То есть эта вот ошибка, которая есть, она как-то влияет на точность ваших оценок. То есть вот эта прямая, она будет более или менее точная, в зависимости от того, насколько существенная или несущественная ошибка есть. Но вы ее не видите, эту ошибку, поэтому вы ничего не можете сделать, кроме как смириться с ней. То есть цель наша – это провести вот эту прямую через облако данных, то есть найти вот такие коэффициенты бета-1 с крышечкой, бета-1 оцененная, и бета-2 оцененная тоже с крышечкой, которые соответствуют наилучшим образом данным. При этом давайте два. Вот я говорю, вы будете более точные и менее точные находить параметры бета-1 и бета-2 в зависимости от ошибки. И сразу я вам выкатываю пример. Пример вот такой. Вот если ошибка маленькая, можно считать, что единица – это характеристика ошибки. То есть ошибка такая небольшая, и ее колебание – единичка. То есть она такая, как бы может быть ошибка, она в среднем ноль, в среднем нет ошибки, а от нуля отклоняется ошибка где-то на единичку. То есть если есть какие-то данные, то величина ошибки в этих данных – плюс, минус один. Может быть, минус 0,5, плюс 0,5. Ну, то есть такая небольшая ошибочка. И что здесь произошло на этой картинке? На этой картинке я в Excel сгенерировала 100 случайных чисел по вот такому закону. То есть добавила к 100 числам ошибку. Точнее так, закон был такой. Я сгенерировала иксы от 2 до 10, ну вот небольшие иксы. А иксы, давайте я напишу, это, наверное, будет понятнее вот так вот. То есть я взяла иксы. Сама взяла в Excel иксы. Иксы были такие, там, не знаю, 2,5, 2,6, ну и так далее, до 8, например. Ну, с каким-то шагом сделала иксы. Икрики, которые я им поставила в соответствие, прям по формуле. У меня было 10 плюс 2х. Вот такая была настоящая формула. И здесь какие-то икрики получились по этой формуле. А потом я добавила вот эту эпсилон к игрекам. Она у меня оказалась небольшая, эта эпсилон. Она у меня в среднем 0 и немножко на единичку, ну, не больше, чем на единичку, она как бы от 0 отклоняется. То есть у меня была такая эпсилон. Где-то она была 0,1, где-то 0,5, может быть, где-то минус 0,3. Ну, что-то такое. И вот это у меня стали икрики. Я нанесла вот эти точки, иксы, и соответствующие им игреки плюс эпсилон на плоскость. Это у меня оказались, вот они, синенькие точки. Видите, они немножко от прямой 10 плюс 2х отделились. Ну, потому что я их вот так вот поколебала немножко. А потом я решила задачу провести прямую через это облако данных. И я знаю, какую прямую я должна получить. Я точно знаю, что я должна получить что-то похожее на вот эту прямую. Ну, потому что я игреки, так они у меня родились. Эти игреки так у меня родились. А что я получила? А я вот что получила. Примерно 2, 2,0 и примерно 10, 9,88. Так? То есть, если ошибка маленькая, если ошибка маленькая, то действительно прямая, проведенная через облако данных, будет довольно точно похожа на настоящую прямую, которую я знаю, потому что я так сделала. В реальности я, конечно, не знаю. Так? Но если ошибка небольшая, то есть надежда, что будет похоже. Сразу пример. Когда ошибка побольше. Вот у меня ошибка побольше. Она на 9 отклоняется. Так? Было 1, стало 9. И смотрите, что произошло. Прямая, которую я получила, прямая, которую я получила, уже не очень-то похожа на 10 плюс 2х. У меня х умножается на 1,7. А прибавляю я 11,6, тоже 11,7. Так? Вообще не похоже на 2х плюс 10. Да? И все, из-за чего это происходит? Потому что ошибка здоровая. Ошибка большая. Чем больше неучтенных факторов, да, вот мы с вами придумывали про центр, про метро, про всякое разное. Чем больше у вас неучтенных факторов, тем больше у вас будет ошибка. Так? Чем больше вы факторов учли, тем больше надежды, что ошибка будет поменьше. Понятно про ошибку? Да, нет? Да, да. Глубокое философское размышление. И теперь, наконец, как провести эту прямую? Прямую провести вот так. Мы будем думать, что функция линейная. То есть у нас вот эти два параметра нам неизвестны. И посчитаем отклонение настоящих игреков. Да, вот игреки и ты. То есть настоящая цена квартиры. Мы ее знаем в данных. Да, это то, что у меня вот на... Вот это, например, да, 70. Ну, в общем, вот эта точка. Так? 7,5 миллионов. Посчитаем отклонение настоящих игреков от того, что нам будет предсказывать модель. То есть что она будет предсказывать? Мы возьмем метр квадратный, который есть, умножим на какой-то коэффициент бета-2 и прибавим бета-1. И вот эту разницу мы посмотрим. То есть мы посмотрим, насколько мы ошиблись. Да, это что будет за разница? Я нарисую. Вот она. При одном и том же иксе модель предсказывает вот столько. Да, это то, что игрек с крышечкой. А настоящий игрек вот такой. Вот эта вот величина и есть наша ошибка. Ну, ее E обозначают. И вот для всех точек я могу такую ошибку E посчитать. Какая у меня будет задача тогда? Как вы думаете? Что я хочу сделать? Что я с ошибкой хочу сделать? Узнать и усреднить. Уменьшить. Уменьшить, конечно. То есть если у меня есть, вот у меня есть две прямые. Вот одна, которая проведена вот здесь, да, а вторую я, например, вот такую проведу. Какая из них вам кажется более удачной прямой? Которая первая? Да, нижняя прямая кажется более удачной. Почему она кажется более удачной? Ну, есть интуитивное понимание, потому что она проведена через облако данных, да? А менее интуитивное понимание, формально-математическое, то, что от точек, да, вот до этой прямой, ошибка будет меньше, да? То есть суммарная ошибка меньше до вот этой прямой, чем до вот этой прямой. Вот суммарная ошибка меньше до нижней прямой по сравнению с более верхней прямой. И это как раз формально-математически и можно записать, где это можно сделать. Вот у меня записано, что квадрат ошибки суммарно по всем наблюдениям минимален должен быть. Метод называется метод наименьших квадратов. И почему он называется метод наименьших квадратов? Потому что мы берем квадрат ошибки и его минимизируем. Почему мы берем квадрат ошибки? Как вы думаете? Чтобы исключить, как это, положительное и отрицательное. Супер, супер, да. Чтобы положительные и отрицательные ошибки, то есть где-то же мы предсказываем, смотрите, где-то мы предсказываем больше, чем... Ой, вот здесь мы предсказываем, вот здесь, да? Вот здесь мы смотрели. Вот здесь прямая предсказывает цену меньше, чем на самом деле. Здесь ошибка отрицательная, так? А вот здесь прямая предсказывает цену выше, чем на самом деле. Здесь ошибка положительная. Если я эти ошибки сложу, я как бы получу суммарную ошибку вроде как поменьше. А я не хочу. Я хочу, чтобы ошибка была большой, потому что она и в одном случае есть, и в другом случае есть, так? Поэтому я сумму квадратов ошибок минимизируем. Вот. И минимизировав эту сумму квадратов, я найду b2-1 и b2-2. b2-1 найду и b2-2 найду. То есть найду вот эту прямую. Найду прямую. То есть найду модель фактически. Построю модель. Найдя b2-1 и b2-2, то есть минимизировав сумму квадратов ошибок, я построю модель. Вопросы. Это пример регрессии. Пример метода получения коэффициентов регрессии. Очень знаменитый метод наименьших квадратов. Везде используются. Экономики, физики, где угодно. Хорошо. Это мы разобрались вот с этим вот моментом с вами. Вот здесь. Регрессия непрерывная с учителем. Постараюсь побыстрее, что время поотжимает, рассказать про классификацию. Метод, который будет в классификации, называется метод опорных векторов. Что бы это ни значило. Времени рассказать про то, что это значит опорные вектора, нет. Попробую на пальцах объяснить. Попробую на пальцах объяснить. Есть точки. Напомню, что классификация – это у нас с учителем. То есть это с учителем. С дискретным учителем. Дискретным учителем. И смотреть здесь надо вот на эту картинку, левую картинку. Все остальное, правая картинка более такая подробная. Мы не успеваем, это не очень страшно. Вы можете это обсуждать потом. Это будет у вас обсуждаться в университете. Такие методы. Значит, у дискретный. И мы будем думать, что он принимает два значения. 1 и минус 1. И пусть вот эти точечки – это единички, а вот эти точечки – минус единички. И у нас есть две переменных. x1 и x2. То есть у нас всего на самом деле три того, что мы знаем. Мы знаем, какое это значение x1. Мы знаем, какое это значение x2. И знаем, например, что для этих значений единичка. Вот, например, для этой пары единичка. Вот для этой пары, например, минус единичка. Для этой пары, например, единичка. Вот у нас n наблюдений, n таких пар, каждая из которых единичка и минус единичка поставлены в соответствии. И вот мы видим вот такую штуку единички и минус единички. И наша задача придумать, как нам разделить единички и минус единички в зависимости от х. На картинке видно, что их легко, что можно разделить, что они разделимы. Но содержательно наша задача найти такую разделяющую прямую, которая разделит мне единички и минус единички в зависимости от х1 и х2. Задача найти разделяющую прямую, которая разделит единички и минус единички в зависимости от х1 и х2 переменных. Здесь три примера таких прямых приведены. Давайте про них рассуждать. А прямая, я напоминаю, это опять же у, ой, не у, у нас здесь х1 и х2, прямая. Это опять два коэффициента. Ах1 плюс bх2 равно c. Ну, три коэффициента. Хорошо, здесь есть а, b, c. Хорошо знаете, что прямую можно записывать как в виде у равно кх плюс b, так и в виде ах плюс bу равно c. Вот здесь у меня вместо у х2, вместо ха х1. Поэтому прямая я запишу вот так. Ах1 плюс bх2 равно c. Давайте смотреть на три прямые, которые здесь нарисованы. Зеленая, синяя и красная. Что не так? Может ли быть зеленая прямая хорошей прямой с точки зрения нашей задачи? Если будет только она, то не очень. Мы одну прямую хотим построить. Одну. Тогда не очень хороший будет. Почему? Потому что она не отображает вторую группу. Ну, она вообще... Давайте я еще раз уточню. Смотрите, мы хотим такую прямую, что с одной стороны от нее один класс лежит, а с другой стороны от нее другой класс лежит. Все равно тут больше будет расстояния, например. Даже если брать вот среднюю точку, в белой группе черной. Она полностью идеально отображать не будет. Это я согласна. Только смотрите, здесь, Максим, другая задача. Другая задача. Мы не вот это хотим сделать. Да, сейчас. Я переключусь. Мы не вот это хотим сделать. Не вот так хотим сделать. Не прямую похожую на точки провести. Почему? Потому что здесь у нас y зависимый, а x – это наша характеристика. А здесь мы хотим... У нас и x1, и x2 – это характеристики. А вот заливка точек – это зависимая переменная. Это класс. И мы хотим провести прямую не через облако точек – одно и второе, а мы хотим провести такую прямую, которая бы разделяла нам классы, чтобы сверху этой прямой лежали точки только одного класса, а снизу только другого класса. Понятно? Возвращаемся к h1, к вот этой первой прямой, зеленой. Почему она плохая? Потому что она не разделяет. Да, потому что она просто не разделяет. Это я совершенно согласна. Она просто не разделяет классы, потому что точки черные есть и слева, и справа от этой прямой. h2 – вторая прямая. Она хорошая? Лучше, но все же не до конца. Почему? Потому что тут разность. Она разделяет ближе к черной, скажем так. Ну, не ровно, не так равно. Равенства мало. Да. Точность маленькая. Да, смотрите, я могу нарисовать точку, вот такую новую черную точку. Вот я нарисую новую черную точку. Новая черная точка вообще-то похожа на старые черные точки. Она близко к ним лежит, правильно? Но почему-то лежит за границей нашей прямой. Почему она лежит за границей нашей прямой? Потому что наша прямая проведена так, что она плохо разделяет классы. Она не делает их максимально далекими друг от друга. То есть наши классы не максимально далеки друг от друга. А какая прямая делает их максимально далекими? Ну, здесь вот она красная прямая. Я не могу никак прямую повернуть или сдвинуть куда-то, чтобы она лучше разделяла классы. То есть вот это расстояние между ближайшей точкой и прямой и вот это расстояние между ближайшей точкой и прямой, оно максимально при вот такой красной прямой. Если я нарисую другую прямую, например, вот сдвину ее вот сюда, у меня вот это расстояние уменьшится. Если я сдвину прямую вот сюда, вот это расстояние ухудшится. Если я ее немножечко поверну, ну, ближе к синей поверну, вот это расстояние уменьшится. То есть я хочу провести прямую так. А что значит провести прямую так? А это значит, что подобрать коэффициенты ax1 плюс bx2 равно c. То есть коэффициенты а и b и c я хочу подобрать так, чтобы эта прямая делала классы максимально далекими друг от друга. Согласитесь, что это другая задача по сравнению с регрессией. Задача классификации – другая задача по сравнению с регрессией. Понятно? Давайте, Максим, поговорите. Да, в целом понятно. Хорошо. Кто еще у нас? А вот кто-то в чате пишет. Сейчас посмотрим. Хорошо. То есть вот опять здесь можно математически аккуратно задачу сформулировать. Вот мы для регрессии ее сформулировали. Вот, пожалуйста, минимизация суммы квадратов остатков. Для классификации тоже можно математически ее сформулировать. И даже вот здесь, видите, на второй картинке я думала, что, может быть, если у нас останется время, то я это сделаю. Но времени нет. Но можете мне здесь на слово поверить, что задача классификации методом опорных векторов, то есть такой метод опорных векторов, был метод наименьших квадратов у нас, да, вот здесь я сказала, что это метод наименьших квадратов, а здесь другой метод, метод опорных векторов для другой задачи. Тоже можно ее математически описать, и это тоже довольно такая несложная задача математически. Она тоже там решенная, всячески хорошо, разным образом решенная. Что значит хорошо решенная? Есть точные аналитические решения. Могут быть, конечно, более неприятные ситуации. Да, могут быть более неприятные ситуации. Точки могут быть вот такими, да. Вот точки могут быть вот такими. Вот такая вот может быть у нас штука. И тогда прямую провести нельзя, но можно провести вот такую вот разделяющую, ну, какую-то кривую, да. У нее больше параметров, ее сложнее провести, но ее возможно провести. То есть может быть не разделяющая прямая, а разделяющая как бы кривая на самом деле. Может быть более еще сложная ситуация. Точки могут быть вот такими, например. Я их изображу тоже сейчас. Вот такие могут быть точки. Маленькие точечки я нарисую вот такими одного класса, а крестиками другого класса. Вот точки другого класса. Есть ли какая-то прямая, которая разделяет эти точки? Вопрос. Прямая. Нет, нет такой прямой. Только если несколько взять. И то к нему очень хорошо будет работать. Несколько нельзя. Несколько нельзя. Даже быть один объект. Нет, скорее. Но можно кругом, если не будет. Здорово. Совершенно верно. Прямой нет, а круг есть. То есть есть вот такой вот разделяющий круг. Все, что внутри, то один класс. Все, что снаружи, то другой класс. То есть на самом деле метод опорных векторов, он не всегда про прямую, которая разделяет классы. Самое простое – это прямая разделяющая класса. На самом деле может быть более сложные какие-то конструкции. Это все пожалуйста. То есть это просто такой уже уход во вариации математические немножко. Вот. Хорошо. И последнее, да, я постараюсь тоже быстро сделать. Это задача кластеризации. Кластеризация – это возвращаемся сюда. У нас нет учителя. Это то, что я рисовала вес и рост. Да, то есть выделить два класса, когда я не знаю, что их два. Что у меня есть, допустим, высокие и худые, и низкие, нет, и какие там. Да, маленького роста и покрупнее. Да, то есть вот кластеризация. Кластеризация – это когда у нас есть набор точек, набор точек на плоскости, и мы хотим присвоить им разные классы. Может быть, два, может быть, три, может быть, пять, может быть, сколько угодно. Ну, по умолчанию два. Самый простой – два. То есть есть точки, и я хочу сделать их разных цветов, то есть сказать, например, по какому-то признаку, каким-то образом сказать, что это класс один. Я не знаю, чем этот класс характеризуется. А это класс два. Да, вот. Может быть, вот так. То есть задача кластеризации – когда у меня нет никакого учителя. Что это значит, еще раз, в отличие от классификации? Вот здесь я знала, что одни точки черные, а другие нет. Так? И проводила разделяющую гиперплоскость. А здесь мне нечего проводить, никакой гиперплоскости я провести не могу, потому что у меня все точки одинаковые. Вот этот цвет я сама им придаю. Понятное различие? Можете еще раз объяснить, пожалуйста. Да. Вот смотрим на классификацию. У меня есть плоскость, и на ней точки двух типов изображены. И вот то, что они двух типов, то, что одни из них с заливкой, а другие без заливки, я заранее знаю. И моя задача, зная заливку, разделить эти точки. То есть провести какую-то прямую, например, ну, например, вот прямую, да, чтобы выше нее лежали точки одного, одной заливки, а ниже без заливки. Так? То есть на вход в моей задачи классификации я имею и точки на плоскости, и цвет этих точек. А в задаче кластеризации я имею на вход только точки на плоскости. Я не знаю, какого они цвета, и я хочу придумать, какого они могут быть цвета. Существует ли такой цвет, что я, ну, как бы, существует ли возможность сделать этих точек два разных класса? Или нет? Или может быть три класса? Или может быть нет такого способа? То есть нарисуем. Может так быть. Да, вот плоскость, что у меня есть точки вот такие вот и вот такие вот. И тогда вы знаете, что вот это точки, скорее всего, один класс, это точки, скорее всего, другого класса. А может быть, вот так у меня есть точки. Просто пять точек, вот как-то лежат, и все внутри себя. Тогда я, вроде как, не могу их никак разделить. Они у меня все очень похожие. То есть здесь точки будут только одного класса. А здесь точки двух классов. То есть задача кластеризации, это задача, есть ли в точках, в данных, какие-то классы или нету на самом деле. Понятно? Да, то есть если что-то общное в них. Да, да, могу ли я точки каким-то однородным образом разделить по классам? Или не могу? Я этого как раз не знаю. И задача кластеризации, соответственно, это вот поиск такой вот возможности. То есть у меня изначально есть вот такие точечки, да, вот они. А я хочу превратить их каким-то алгоритмом вот в такие точки. То есть могу ли я так сделать или на самом деле нет. То есть вот здесь так изначально не видно, что я могу вот так получить такой же результат, что есть вот такие точки повыше и поправее, а есть точки пониже и полевее. Да, понятно? Ну вот. Как это делать? Ну, есть один такой алгоритм К средних называется. Я вот размышляю, успеваем мы его обсудить? Скорее нет, вот чем мы успеваем. Ну, не страшно. Так, давайте эту часть мы пропустим как раз. И глобально я просто что скажу? Глобально я скажу, что вот, собственно, есть некоторые разные алгоритмы, да, которые решают разные задачи. Так, какие задачи? Еще раз. Предсказание Y какого-то непрерывного. Это вот регрессия. Так. Предсказание вот такой, какой-то похожий на линейную зависимости. Предсказание Y, которое лежит напрямую. Бывает задача классификации, то есть предсказание для точки, какого она класса. То есть что значит предсказание для точки, какого она класса? Мы получим новую какую-то вот такую точку, да, и мы скажем, ага, она лежит выше прямой, значит, она вот этого класса. Класса закрашенных точек. Так. Или она лежит ниже прямой, и мы скажем, ага, она, видимо, класса незакрашенных точек. Так. Вот это мы скажем. И последняя задача – это, а если у нас нет никаких классов, можем ли мы их как-то выделить у себя? Есть такие три типа задач, три типа методов таких. Хорошо, теперь мы с вами вот здесь вот в этом процессе прошли почти до конца, в том смысле, что мы не обучали модель, то есть мы не находили оценки, потому что мы не программировали, а просто обсуждали, ну и не применяли ее в производстве каком-то, то есть мы ее ни в чем не применяли. Значит, соответственно, что мы с вами обсудим завтра? Мы обсудим, а как именно разные модели в экономике применяются. То есть мы останавливаемся с вами сейчас, и завтра будем порядка 15 примеров, я для вас подготовила, которые показывают, как разные модели, которые мы сегодня обсудили, с разными абсолютно данными, разных источников, разного качества экономисты используют для ответа на очень важные вопросы. Вот. Все. Если есть вопросы, то я буду рада ответить. Если нет, то тогда примеры будут завтра. Спасибо большое, это было очень интересно. Завтра еще интереснее, я уверена. Мне очень нравятся эти примеры.